Кремлевские консервы в Украине. Давно просроченные, еще с советских запасов, и свежие, экспортируемые Москвой последние 4 года. Ничего нового. Десятки фамилий. Это содержимое, маскирующееся под украинское, периодически вскрывается. Но даже в таком состоянии эти вскрытые кремлевские консервы продолжают влиять на политическую повестку в Украине. Почему так, спросите вы? Давайте будем откровенны. Показной гиперпатриотизм в Украине стал последним прибежищем полезных идиотов, которыми чрезвычайно легко манипулировать, играя на их чувствах с помощью большевистских лозунгов. Эта часть общества падка на провокации, и поэтому, например, попытка военного переворота не выглядит такой уж фантастикой или комедией, несмотря на то, что этот тезис озвучивает консерва Надя. Нам кажется, что перевороты устраивают интеллигентные люди с высшими образованиями по типу Ленина или Троцкого. Но если вспомнить комиссара Дыбенко или матроса Железняка, то Савченко покажется просто выпускница Института благородных девиц. Есть люди, не очень популярные, которые конструктивно критикуют власть, а есть те, кто захлебывается от ненависти, не сильно заботясь о последствиях. Так уже было в украинской истории сто лет назад. Полезных идиотов интересует лишь немедленное воплощение своей ненависти в реальные действия. А что дальше? Никто из них не просто не знает, а даже не задумывается об этом. А последствия могут быть самыми серьезными. Сегодня чуть ли не образцом хорошего тона считается тиражирование умело введенных в общественный дискурс манипулятивных лозунгов на тему злочинной влады, барыг и тотальной зрады, посыл которых означает, что Украина как бы не состоялась и Майдан был как бы зря. Кремлевские консервы даже особо не напрягаются, ведь волшебная фраза «Слава Украине!» списывает любую глупость на революционную целесообразность. Может быть, все это только лишь фантазии? Так ли это? И где притаился враг? Возможен ли вооруженный переворот в Киеве? И при чем здесь Армения? Какая роль отведена, вы удивитесь, шоумену Зеленскому? И какие, в конце концов, выводы для сегодняшнего времени можно сделать из уроков истории? Про все это больше детально смотрите в нашем новом видео на украиномовном канале Репостус. Та готуйтеся, дивуватися. Посилання тут. Друзі, нагадуємо, якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово, це можна зробити на платформі Патреон. Дякуємо за увагу. Дякую за перегляд!